Три отмороженных красотки во главе латиноамериканских наркокартелей. Буэнос Диас граждане, сегодня речь пойдет о всемогущих наркокартелях Латинской Америки, мекке наркобаронов всех времен, даже не о картелях как таковых, а их прекрасных наркобаронесах, за красотой которых прячется изощренная уманистовая жестокость. Сандра Авела Бертран, королева Тихого Океана. Сандру не назовешь девочкой из приличной семьи. Она родилась потомственной наркоторговкой, с малых лет принимала участие сначала в мелких схемах, а затем и доросла до серьезных комбинаций продажи наркотиков. Пользуясь своей незаурядной красотой девушка легко втиралась в доверие к высокопоставленным чиновникам и бизнесменам. Кроме того ей удавалось переманить на темную сторону некоторых служителей силовых структур, занимавшихся борьбой с наркотрафиком. Двое из них даже становились ее мужьями в разное время. В ее собственности находилось более 200 объектов недвижимости по всей Мексике. Кроме того на своем рыболовецком судне она перевезла из Мексики в США более 8 тонн кокаина. Взяли нашу даму в 2007 году, причем она так изощренно выкручивалась, что ей удалось предъявить обвинение лишь на 3 года лишения свободы. NG Валенсия. Эта девочка вообще пришла в наркобизнес с модельного подиума. Победительницу конкурса красоты королевы кофе в 2007 году признали одной из лучших моделей мира. Тут то девушку и заприметил авторитетный дяденька бизнесмен Николя Гуалчо по прозвищу Монстр. Красотке нравилось жить. Роскоши ее не особо беспокоили источники дохода ее влиятельного папика. Через некоторое время пара рассталась, а девушка привыкшая к доходам, который не мог принести модельный бизнес организовала собственный наркотрафик. NG открыла модельное агентство, где девочки-модели являлись по сути наркокурьерами. Под видом VIP-персон девушкам приобретались билеты от агентства в бизнес-класс, при этом на таможне их ручная кладь не подвергалась тщательному досмотру. Столь интересный бизнес NG Валенсии просуществовал 3 года, за это время NG удалось заработать около миллиарда долларов. Суд дал девушке всего 6 лет лишения свободы. Мелисса Калдерона Ахеда, Лачина. Эта шикарная брюнетка начала свою карьеру еще 2005 году в банке все той же Сандры Бертран. Однако через некоторое время доросла до серьезной барышни и решила отколоться от коллектива и создать собственный картель, к тому же конкуренты убили ее возлюбленного за которого она хотела жестоко отомстить. К моменту когда Мелисса стала во главе трафика, в Мексике резко возросло количество убиенных, девушка была настолько жестокой в борьбе с конкурентами и врагами синдиката, что ее сдал собственный фаворит, по совместительству занимающий пост заместителя начальника картеля испугавшись за собственную жизнь. Сейчас бывшая баронеса пребывает в главной тюрьме Мексики. Спасибо за внимание. Если статья пришлась вам по душе то палец вверх. Всего вам наилучшего. Благодарность всем дочитавшим. Также советую всем подписаться на канал. Кстати, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.